Всем привет! Последняя лекция модуля «Динамическое программирование». В ней мы дадим небольшой обзор того, что мы уже увидели, и постараемся сформулировать некоторые общие принципы и ингредиенты алгоритмов, основанных на методе динамического программирования. Во всех наших примерах мы более-менее шли по одному и тому же шаблону. Начинали мы с того, чтобы как-то проанализировать структуру оптимального решения и понять, какие же подзадачи нам нужно решать, какое множество подзадач нам нужно решить, чтобы решить исходную задачу. Это, по-видимому, самый творческий и важный шаг в разработке алгоритма, основанного на методе динамического программирования. Как правило, все не получается так сразу просто, как было в лекциях, когда чудесным образом получалась подзадача, и для нее чудесным образом писалось рекуррентное соотношение. На практике получается, что нужно немножко поэкспериментировать, но тем не менее, надеюсь, по крайней мере, что это развило вашу интуицию тоже и поможет вам решать задачи, которые вам будут предложены, во-первых, в курсе, а во-вторых, которые, возможно, будут возникать у вас там на работе или где-нибудь. После того, как подзадачи определены и на них выписано рекуррентное соотношение, как правило, уже дело техники написать рекурсивный алгоритм. Просто обернуть это все мемоизацией и делать примерно так. Когда у нас есть рекуррентное соотношение, ну вот мы просто берем и вызываем исходный алгоритм для исходной задачи. Он сводит задачи к более маленьким подзадачам и делает рекурсивные вызовы. Главное, что нужно не забыть, это перед тем, как вообще делать рекурсивные вызовы, посмотреть, а нет ли уже решения для этих подзадач у нас в таблице. И не забыть сохранить в таблицу решение, когда оно подсчитано рекурсивным вызовом. После этого, такой алгоритм обычно называется ленивым, рекурсивным или алгоритмом с мемоизацией или алгоритмом сверху вниз, который идет от более сложных задач к более простым. Такой алгоритм обычно несложно переделывается в алгоритм в итеративный, то есть алгоритм, который идет снизу вверх. Для этого нам надо просто определить, в каком порядке решать подзадачи. Иногда этот порядок совсем очевиден, но иногда надо чуть-чуть подумать. Иногда, ну если не хочется, можно оставить алгоритм рекурсивным. Следующее, что мы обычно делали, это доказывали оценку на время работы алгоритма. Как правило, время работы такого алгоритма, основанного на динамическом программировании, оценивается просто как количество подзадач, умноженное на время, которое мы тратим на каждую задачу. Это такое первое грубое приближение, которое часто оказывается довольно точным приближением. Для времени работы. Следующий естественный момент, что, как правило, алгоритм, который мы сразу пишем, он находит там оптимальный ответ. А само решение, а саму структуру, которая дает этот ответ, чтобы восстановить, можно либо сохранять какую-то дополнительную информацию, либо прямо по таблице оптимальных ответов для подзадач можно его как-то восстановить. Восстанавливается обычно с конца решения, разворачивается. Мы идем, наоборот, от больших задач к меньшим, и для каждой задачи, для каждой подзадачи, понимаем, через какую более меньшую подзадачу она реализовалась. И выписываем ответ. Наконец, можно, посмотрев на то, как ведет себя алгоритм, который действует снизу вверх, то есть идет от более простых задач к более сложным, посмотрев на таблицу и на то, какие зависимости есть в этой таблице, то есть когда мы заполняем какую-то ячейку в таблице, от каких она зависит, можно заметить какую-нибудь структуру, не знаю, и осознать, что вообще-то вся таблица не нужна. Это может позволить сэкономить память. Так было, например, не знаю, с числами Fibonacci и, например, со стоимостью редактирования. Мы сказали, что с расстоянием редактирования, что можно не хранить всю таблицу, а поддерживать там два столбца или две строки. Итак, это были общие принципы. Далее, про самую важную часть, про подзадачи. Давайте просто дадим небольшой обзор того, какие у нас были подзадачи. Когда мы вычисляли числа Fibonacci, подзадачи напрашивались прямо-таки сами. Это были просто все числа Fibonacci до n, которые нам надо посчитать. Когда мы решали задачу о наибольшей возрастающей подпоследовательности, то в качестве и той подзадачи мы решили определить такую. Это длина наибольшей возрастающей подпоследовательности, заканчивающейся в item элементе. Вот здесь стоит оговориться и сакцентировать внимание на том, что это не та же самая задача для префикса массива. То есть мы не искали в префиксе массива длину наибольшей возрастающей подпоследовательности. Нам было важно, что она заканчивается именно в этом элементе. Именно это свойство позволило нам написать очень простое рекуррентное соотношение. А наткнулись мы на эту задачу, когда мы просто попытались проанализировать, как же эта оптимальная возрастающая подпоследовательность выглядит. Мы рассмотрели два элемента и поняли, что любой префикс у нее должен быть оптимален. Но префикс заканчивается в конкретном элементе. Ну вот мы так задачу и определили. Далее. Расстояние редактирования. Там мы тоже проанализировав то, как выглядит структура оптимального решения, мы сказали, если отрезать столбец, то останется тоже оптимальное расстояние редактирования для префиксов. Если еще отрезать, то префиксы станут еще короче. Соответственно, как-то стало понятно, что чтобы найти расстояние редактирования исходных строк, нам будет полезно знать расстояние редактирования для всех префиксов. И постепенно удлиняя префиксы, мы нашли решение для всей задачи. Для рюкзака. Ну, в частности, для рюкзака с повторениями. Моя задача определялась довольно естественно. Это просто рюкзак меньшей вместимости. Перемножение последовательности матриц. Мы тоже посмотрели на то, как происходит. Мы осознали, во-первых, что любому порядку перемножения матриц соответствует некоторое дерево. В этом дереве корень отвечает за внешнее умножение. И если посмотреть, что же в этом внешнем умножении происходит, то это результат перемножения подпоследовательности матриц умножается на результат другой подпоследовательности. Ну, если так разбивать, то получится, что у нас в дереве каждая вершина отвечает за некоторый промежуточный результат, который является результатом перемножения непрерывной последовательности матриц. Ну и естественным образом возникла такая подзадача. В деревьях тоже естественная, как мы сказали, подзадача, это решить ту же задачу под дереве с корнем в конкретной заданной вершине. Давайте теперь визуально то же самое скажем. То есть это такие часто используемые подзадачи. Как правило, то есть общего рецепта определения подзадачи нет, но когда входом вашей задачи является массив, последовательность, строки или дерево, то очень естественно попробовать рассмотреть ту же задачу, например, на под дереве или под массиве, либо на префиксе, либо, как здесь показано, если у вас 2 массива или 2 строки даны на вход, то разумно рассмотреть пару префиксов. Итак, еще раз, бывает, если дан массив, то один из вариантов для подзадачи это решать ту же задачу или похожую на префиксе, либо можно на под массиве, на непрерывном под массиве, который не обязательно префикс. Если даны 2 массива или 2 последовательности на вход, то можно рассмотреть 2 префикса. Ну, если дано дерево, то естественная подзадача это под дерево. Наконец, последнее, что мы обсудим, это еще раз поговорим про то, какой же метод более предпочтителен, снизу вверх или сверху вниз. Ну, однозначного ответа нет, это зависит от ситуации. Давайте просто проговорим преимущества и того, и другого подхода. Значит, снизу вверх, если мы идем. Ну, во-первых, отличается от того, чтобы идти сверху вниз, тем, что мы это делаем не рекурсивно, а итеративно. А это, в свою очередь, означает, что мы избегаем некоторых накладных расходов на рекурсию. То есть мы при этом не делаем рекурсивные вызовы, там управление не передается, куда-нибудь ничего не складываем на стек, поэтому алгоритм может работать побыстрее. Опять же, когда мы заполняем таблицу в каком-то понятном нам порядке, то мы можем заметить какой-то шаблон заполнения и понять, что вся таблица нам не нужна. Это дает потенциальную возможность сэкономить память. Так, это про преимущества подхода снизу вверх. Преимущества подхода сверху вниз. Значит, как мы проиллюстрировали на задаче о рюкзаке, бывают ситуации, когда все подзадачи не нужны. И вот в этой-то ситуации рекурсивный подход, ну или ленивый подход, он как раз и переберет только те задачи, которые реально нужны. То есть мы сделаем один внешний вызов, он будет разворачиваться в рекурсивные вызовы, и появятся только те рекурсивные вызовы, которые реально нужны. Те, которые не нужны, для них просто алгоритм на то, он и ленивый, он даже и не будет тратить время, чтобы для них что-то решать. А если бы алгоритм шел снизу вверх, то он бы так вот тупо на пролом все и порешал. Еще одно преимущество заключается в том, что когда мы пишем рекурсивный алгоритм, нам нет никакой необходимости думать о том, в каком порядке надо решать задачи. Ленивый алгоритм сам этот порядок найдет, сам прорубит себе путь вот до каких-то краевых случаев, в которых ответ уже очевиден. Иногда это довольно удобно. Как мы уже сказали, этот алгоритм рекурсивный, и из-за того, что мы не думаем, а просто используем этот неявный порядок, это может чуть медленнее работать. Но зато совсем не надо придумывать порядок, и в некоторых задачах это вполне себе оказывается оправданным. Например, нам очень удобно было написать такой порядок для деревьев. Прямой порядок, надо уже учитывать то, как именно дерево представлено, ну и как-то это обсуждать. Это становится сложнее. Хотя для некоторых задач порядок очевиден, для таких, например, как там числа Фибоначчи, и это преимуществом совсем не является. Ну вот, на этом все. Надеюсь, достаточно подробно и достаточно убедительно мы все эти алгоритмы рассказали. Надеюсь, они помогут вам решить и задачи, которые мы предложим вам прямо в курсе на динамическое программирование, и вообще пригодятся вам в жизни. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok